За границей мы гордимся своей страной. Мы любим её, скучаем по ней. Мы говорим, какая она прекрасная и неповторимая. Но, оказавшись на родине, всегда повторяем... Мы забываем, что Еркирь — это мы. Что мы знаем о нашей стране? О нашем городе? О нашей истории? Традиция? Что мы знаем о мире Ян? На радио Авроре. Историческо-познавательная, патриотическо-финансово-выгодная игра. Не хочу в Америку. На радио Авроре. Историческо-познавательная, патриотическо-финансово-выгодная игра. Да, друзья, как будто мало было одного раза. Повторяем ещё раз, чтобы сегодня... Особенно есть, конечно, повод понять, что в Америку мы не хотим всё-таки меньше. Друзья, в стране происходят замечательные события. Что уж тут скрывать? Меняется состав правительства, и у Армении будет новый премьер-министр. Ну, все подробности, конечно, об этом рассказывает вам Лили Танделян в новостях. И девочки периодически вас информируют обо всём, что происходит сейчас у нас в правительстве, и какие перемены грядут. Ну, и мы, собственно, не собираемся отставать. И в рамках программы «Не хочу в Америку» сегодня у нас с вами гость, дорогие друзья. Это серебряный призёр Олимпиады в Рио 2016, Симон Мартиросян. Встречайте, штангист. Видимо, он тоже пока не очень хочет в Америку. Во всяком случае, уточним, чего и как. Его выражение лица точно об этом говорит. Симон такой серьёзный пока. Ну, видимо, род деятельности, наверное, Симона обязывает. Симон Барев здесь. Миккич, поэтому... А вы или микрофон... Сейчас будем помогать. Итак, дорогие друзья... Всё, что происходит сейчас в студии «Авроры» и просто через визуальное радио. И в ракурсе 360 градусов у нас на YouTube-канале. Смотрите, смотрите на Симона со всех сторон. Он это такой крепкий молодой человек, молодой, ему всего 19 лет, но крайне серьёзный, крайне штангист. Я просто напомню всем нашим слушателям, пока они там набирают радио «Авроры» или ищут нас на канале в YouTube, либо в Facebook. Симон это тот самый парень, тот самый штангист, который первым на этой Олимпиаде взял серебряную медаль для нашей сборной, Олимпийской сборной Армении. Симон, вот тебе вообще каково вот эта медаль? Вортага, ты где держишь дома эту самую медаль? Илияна вообще не дома? Я думаю, что я беру медаль, я беру медаль, и медаль, у меня медаль, у меня есть ли у меня медаль. И у меня медаль. Очень? Да, очень. Симон Рикард Смьян, да? Вы же, вам сейчас 19 лет? Да, я знаю, что я знаю, что я знаю. ГОВОРИТ НА КАНАЛ Я не знаю, чемпион, вырос, начал карьеру. Я не знаю, чемпион, я не знаю, чемпион. Я не знаю, чемпион, вырос, не знаю, чемпион или гюмри. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Армянская, это наш спорт, это наши штангисты, поэтому сегодня у нас в гостях, я напоминаю, Симон Мартиросян и также, конечно, слушатель, который дозвонился в эти минуты в прямой эфир. Баревзес. Алло. Это слушательница. Аргели, Орёрт, девушка миленькая. Касак, цена, нуна? Можно. Гайне. Гайне, очень приятно. Гайне, Джан, у нас в гостях Симон Мартиросян, он чемпион, он штангист и очень симпатичный мужчина. Знакомьтесь. Симон, вы, возможно, видели, это тот парень, которого серебряный призер Олимпиады в Рио, первая наша серебряная медаль, мы так радовались все, понимаете, наша гордость. Я горжусь нашими парнями. Ой, это, знаете, как на руках их носить надо, просто тяжелые они просто, они нас могут на руках носить. Ничего, довезем, не бесплатно. Гайне, Джан, где вы сейчас находитесь? А, я работаю. Где вы работаете? Какой магазин? Продуктовый. Хорошо. Смотрите, Гайне, у нас сегодняшний вопрос тоже будет связан со спортом, но прежде чем мы уже перейдем к вопросу и попробуем сделать так, чтобы вы сумели выиграть 10 тысяч драм от Авроры. Я хочу, и, может быть, с вашей помощью и у вас тоже спросить. Вот смотрите, российских паралимпийцев не пустили на паралимпиаду в Рио. Она сейчас буквально уже стартовала. Белоруссия несла флаг российский, за что ее могут тоже наказать и не допустить к играм. И эти допинговые скандалы. Симон, Жан, я не знаю, что они, которые в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве. Чтобы не пустить их на Олимпиаду. Даже чисто по-человечески, да, все-таки есть такие вещи, когда не надо туда впихивать допинг и вообще какие-то скандалы. Гайне, как вы думаете? Ну, я думаю, что это нарочно сделали, что сделали. Да, однозначно. А вы в курсе, что когда, там, я не знаю, наши какие-то допинг-пробы, аннулировали какие-то результаты еще из Пекина и так далее, а вот у американской сборной, видите ли, уборщица случайно задела допинг-пробы с 96-го года и они исчезли. Понимаете, вот ей-богу уже смешно. Но это так, к слову. Гайне, Джан, теперь, пожалуйста, сосредоточьтесь. Сейчас Люся вам задаст вопрос. Попробуйте, да, правильно ответить на вопрос. Вы только не торопитесь, я, в принципе, сначала скажу, у кого будет касаться этот вопрос, вообще о ком он. Вы знаете такого человека, как Юрий Вартанян? Вы знаете, кто это? Да. Кто это? Чемпион. Чемпион многократный советский чемпион. Не будем терзать. Да, олимпийский чемпион. Четырехкратный чемпион СССР, пятикратный чемпион Европы, семикратный чемпион мира, чемпион олимпийских игр, 43-кратный рекордсмен мира. В общем, это наша еще одна гордость в мире спорта армянского. Итак, сегодня мы с вами поговорим о Юрии Вартаняне. Как вам кажется, кем себя считает Юрий Вартанян? Вот он сам. Как вы думаете, кем себя считает? У нас есть, конечно, варианты ответа. Коренным ереванцем... Подождите, подождите, подождите. Вы слышите варианты, чтобы наверняка правильно ответить. Коренным ереванцем он себя считает сирийским армянином. Он себя считает коренным лениноканцем или коренным гюмрийцем? Давайте думать с вами. По-моему, коренным лениноканцем. Ага, то есть вам кажется, что он считает себя коренным лениноканцем. Симон Джан Дукинчай карцун? А здесь? Да, если вы думаете, что он считает, что он считает коренным лениноканцем? Ага, вот Симон и нашел подвох к вопросу. Это гюмрийн, да, но он лениноканцем. Логика железная, молодец! А я этого не знала, я просто думала, что в те времена гюмрийн назвался лениноканом. Правильно, в советское время, тем более, именно в то время, когда родился. Лениноканцем, это, тишмар тучунадая. Ну, по-любому, Гайна Джан, из легкой руки Симона, действительно, Юрий Гвартанян считает себя просто-напросто коренным лениноканцем. И, собственно, именно из-за этого человека ленинокан стал своего рода кузницей для штангистов, потому что он потом, впоследствии, стал депутатом, он начал развивать вот эту сферу в ленинокане. И да, это правильный ответ, Гайна. И у него получилось. Да, у него получилось, сейчас довольно развитая сфера в ленинокане. Гайна, мы вас поздравляем, 10 тысяч драм ваши! Спасибо вам большое, Гайна, за то, что вам удалось дозвониться. После эфира с вами непременно свяжемся и расскажем, куда подъехать, чтобы просто забрать свои 10 тысяч, хорошо? Хорошо. Ну все, а буквально через 20 секунд Гайна, слушайте вместе с нашими всеми радиослушателями выпуск новостей с Лили Танделян. Вам всего доброго! Симон Джан, у тебя есть очень-очень, очень-очень иibи, что это . Субтитры создавал DimaTorzok Не хочу в Америку 100,7 FM Включи новости Новости Аврора